Все ништяк, да, круто. Блин, сейчас будут вообще ***, на самом деле сейчас. На связи Никита, и у нас сегодня необычная рубрика сравнения устройств. Сегодня мы рассмотрим датчики движения. Их у нас представлено 6 штук. Первый – это Neo CoolCam. Второй – это датчик 6 в 1 от компании AyoTek. Третий – это датчик Fibara. По иному Fibara Glass, Fibara Eye, Motion Sensor, как угодно. И три датчика от Filio. Первый – это датчик для крепления на стену. Второй – это крепление на потолок. И третий – это датчик Filio 3 в 1. Мы будем сравнить эти устройства по нескольким параметрам. Первый параметр – это цена. Второй параметр – это функциональные возможности датчика. Третий параметр – это размещение самого датчика и его радиус действия. И четвертый – это отдельные плюшки конкретного каждого девайса. Погнали! Итак, начнем наш обзор с датчика AyoTek 6 в 1. У него, как вы поняли, целых 6 функций. Первый, несомненно, это датчик движения. Но это же датчик движения, правильно? Второй – это температурный датчик. Третий – это датчик освещенности. Плюс еще там есть влажность, тультофиолетовый индекс и датчик вибрации. Вкратце, датчик вибрации – это функция, которая позволяет определить, не снял ли кто это устройство с места монтажа. А датчик ультрафиолета позволит нам понять, жарит ли сейчас солнышко или нет. Также в датчике стоит протокол ZWave+. Это расширенный протокол ZWave, который обладает шифрованием и большим радиусом действия. Для этих датчиков есть специальная этикетка, которая сейчас показана вот здесь. Устройство обладает радиусом действия в 120 градусов, а дальность составляет всего 5 метров. Зато, честно, по размерам это квадратик с длиной стороны примерно в 4 сантиметра. И из особенностей устройства оно может питаться от постоянного питания 5 вольт. Датчик можно подключить к microUSB. Рекомендованная розничная цена – 5700 рублей. Далее мы рассмотрим всем очень известный и крутой датчик Fibara. Fibara Motion Sensor, Fibara Glass, Fibara Eye, в общем, кошачий глаз, как угодно. Устройство работает на пятом поколении. Проще говоря, там стоит протокол ZWave+. У этого девайса есть три основных функции. Это датчик движения, датчик температуры и датчик освещенности. Плюс есть еще одна функция, которая напрямую нигде не заявлена, я говорю про инструкции, но она присутствует. Эта функция называется датчик вибрации. Точно так же, как и у нашего 6 в 1, только она работает немножечко по-другому. Если взять датчик в руки, если он замонтирован на стену, то он начинает переливаться различными цветами, сообщая нам о том, что он сработал, что его взяли в руки, и на этом можно будет настроить соответствующий сценарий. Если вам не нравится это мерцание, ее можно спокойно включить в настройках. По размерам это шарик с диаметром примерно 5 сантиметров. Радиус действия 7 метров при высокой чувствительности датчика, а радиус обзора 120 градусов. Рекомендованная розничная цена 5490 рублей. Далее мы рассмотрим два датчика Filio, вот эти вот два красавца. У них нет каких-то отличных особенностей, просто датчики движения, но, соответственно, цена тоже на них поменьше. В них стоит протокол Z-Wave+, повторюсь, про большой радиус действия и шифрование. Вот этот датчик устанавливается непосредственно в потолочное отверстие, и у него есть 4 зоны, то есть сам сенсор определяет сработку в больших 4 зонах. Этот же датчик крепится на стену, и у него всего 2 зоны сработки, но это не мешает охватывать довольно-таки большой радиус. У этого датчика в комплекте есть металлическая подложка, которая позволяет крепить это устройство куда угодно, на металлические поверхности, на пластмассовые поверхности, просто на стены. Она крепится с помощью двустороннего скотча или же саморезов. Это обеспечивает более надежное крепление по сравнению, к примеру, с датчиком FIBAR. Размеры этих устройств чуть меньше, чем у FIBAR Motion Sensor, если не считать крепления для подвесного датчика. Радиус действия у двухзонного датчика 10 метров с покрытием в 140 градусов. А подвесной датчик обещается работать, если кто-то появится на расстоянии 6 метров, но это при условии, что датчик подвешен на высоте 4 метров. Подробнее схему монтажа можно посмотреть в инструкции. Рекомендованные розничные цены на эти устройства 4 290 рублей и 4 490 рублей. Далее рассмотрим датчик Filio 3 в 1. Мы уже делали небольшой обзор на него и сейчас немножко повторимся. Это датчик, у которого есть в себе три функции. Это датчик движения, датчик температуры, датчик освещенности. И есть еще такая маленькая пимпочка черная Tamper, которая позволяет определить, находится ли устройство на стене или же его сняли. Кстати, это устройство работает на пятном поколении на Zotway F+. Размеры 84 на 22 на 20 миллиметров и поле действия до 10 метров с радиусом охвата 120 градусов. Радиус заявлен довольно-таки большой, в реалиях он все же поменьше, где-то 6-7 метров. Каких-то отличительных черт нет, он просто очень надежный датчик. Розничная цена на это устройство составляет 4 450 рублей. И последний на очереди у нас датчик Neo Cool Cam, бюджетная версия Fibaro Motion Sensor. Сам датчик работает на пятом поколении, но это не точно. Мы его не разбирали, не смотрели, заявлено, что это пятое поколение. Плюс в нем еще есть встроенный датчик освещенности. Из особенностей устройства это очень хорошая реплика Fibaro. Угол обзора устройства 130 градусов, а радиус действия 7 метров. Размеры альтернативно Fibaro'овским и крепится он точно так же. Цена, правда, менее кусачая, всего 3500 рублей. Давайте подведем итоги и посмотрим, что же остается в сухом остатке. Датчик 6 в 1 самый функциональный. Датчик 3 в 1 от Filio самый стабильный и практичный. Эти двое крепятся как угодно. Самый дешевый Neo Cool Cam. Ну, а это бренд и стиль. Какой поставят дома, выбирайте сами. А на сегодня все. С вами был Никита. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok